Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор в доллар-рубль. Ну, вот, собственно говоря, как вы помните, сегодня у нас пятница, и, соответственно, мы подводим итоги непосредственно всей недели, которая прошла, и, соответственно, смотрим в итоге, где мы, собственно, закончим эту неделю. Значит, смотрите, доллар-рубль в итоге занял у нас 60.50, не пришли мы на 62.50, но этот сценарий был при победе демократов, да, а фактически, скажем так, больше сейчас склоняется ситуация к тому, что, ну, ту же палату представителей заберут республиканцы. Также я говорил про то, что инфляция, которая вышла, индекс потребительских цен, а также по своей безработице бюджет США, по большому счету, опять дал надежду на то, что все-таки, скажем так, ФРС политику поменяет на подъем дальнейшей ставки, и, соответственно, мы в итоге видим результат, что доллар-рубль у нас откатил на 60.50. Вот здесь очень четко видно, вот она у нас, вот такая поддержечка, видно, что здесь свечка практически в дадже, да, то есть абсолютно без изменений со вчерашнего дня практически. Ну, это все говорит о том, что, в принципе, как я и говорил, ниже 60.50 мы, наверное, пойдем вряд ли, может быть, в моментах где-то и будем уходить, но опять будем восстанавливать и, естественно, стараться держаться около 61. 62.50 сейчас пока, и уж тем более 63 пока под вопросом, потому что ситуация пока со ставкой, можно сказать, повисает в воздухе, не до конца понятно, что будет. Следующая неделя опять приносит много статистики по Америке, это надо четко понимать. Естественно, в воскресенье я вам расскажу, что нас ждет на следующей неделе. А сейчас, в принципе, по большому счету мы встанем в этот момент на ожидание 60.50, высоко никуда уходить не будем, ну и низко падать тоже, да. По большому счету у нас там все события будут связаны прежде всего именно с макростатистикой по Америке, потому что именно она сейчас будет фактически в фокусе внимания, то есть с выборами, хоть они фактически еще так и не закончились, но все равно кое-какая картина, скажем так, обрисовалась, то есть все-таки республиканцы, они, как говорится, в палату представителей вроде с наибольшей вероятностью берут, а вот сенатам очень большие, скажем так, вероятности, что может взять и демократ, и тем более при всем этом почтовом голосовании и так далее. Так что по большому счету пока мы рассматриваем сценарий все-таки ослабления доллара, да, мы сегодня видели, смотрите, облигации, но они не сильно, скажем так, никуда не просели, да, они просто заняли фактически, скажем так, уровень ожидания, да, то есть 4,35, ни выше, ни ниже. Сегодня мы, кстати, ждали данные по потреблению в США, да, и непосредственно тоже по инфляции в США в прогнозах. И ситуация вышла такая, что Мичиганский институт показал, что на самом деле потребление прогнозируется снижение, инфляция небольшой рост, то есть опять же данные такие вышли достаточно неоднозначные для того, чтобы, например, тому же американскому рынку двигаться дальше. Ну и ситуация непосредственно, собственно говоря, с самим долларом, она тоже подвисла под вопросом, почему? Потому что даже та же Елен, да, она сейчас находится в Индии, да, кто не знает, Елен, это Джанет Елен, это непосредственно министр финансов, да, в США, вот, то она, собственно говоря, заявила, что да, конечно, ИПЦ, то есть индекс потребительских цен, показал, как бы, хорошую, скажем так, динамику, ниже даже, чем прогнозы они вышли, но она не считает, что это уже, как бы, основание менять политику ФРС, особенно ее сейчас волнует цены на недвижимость, на жилье, и поэтому, как бы, они, типа, могут еще все-таки повлиять на то, чтобы, скажем так, инфляция могла опять разгоняться. Поэтому сейчас опять, господа, повисает, скажем так, пауза неопределенности, да, вот мы видим, поэтому облигации у нас стоят прям ровно, да, 4.30 и не ниже, не падают, это двухлетки, десятилетки застыли в районе 3.84, ну, то есть тоже чуть-чуть близко уже, можно сказать, к четверке, не сильно они глубоко откатили, то есть вот здесь у нас прям появился даже такой локальный коридор вниз, а нет, все равно мы только здесь приостановились, а, кстати, по двухлеткам там фактически даже у нас, ну, да, вот этот уровень на пробой должен пойти, чтобы мы уже, как говорится, начали снижаться еще ниже. А обратите внимание с индексом доллара, почему мы видим, что, собственно говоря, ситуация с долларом, да, она, как бы, понятно, на укрепление у нас по поводу рубля не идет, но важный момент какой? Смотрите, мы упали со 108 до 106, а по доллару рублю мы фактически не изменились вообще, то есть видите, да, 60-50 и, собственно говоря, не ниже. Про что я вам и говорил, что даже если сейчас индекс доллара ослабевает, доллар слабый, то при этом рубль не настолько сильно креплит. Именно про это я вам говорил, что 61 мы, скорее всего, так и будем держать. Так что динамика пока по индексу доллара достаточно такая хорошая вниз, но в любой момент она на самом деле может отскочить, потому что на 106 там достаточно серьезный уровень стоит, который может довольно быстро развернуть. И вот разворот может произойти либо, а, на ситуации с выборами, которая еще может продолжаться, либо, б, на той статистике, которая будет впереди выходить по Америке. Там также будет и по рынку труда данные, и по инфляции будут данные. И все это, естественно, готовится к декабрьскому заседанию ФРС, потому что, в принципе, только ФРС сейчас основной, как бы, скажем так, критерий для всех, и для рынков, и для валют, для того, чтобы, собственно говоря, понять, какая будет дальнейшая политика. Она как бы остается в фокусе. Даже американский рынок опять не смогу вам не показать, потому что, обратите внимание, мы сегодня делали попытки пробить 4 тысячи. 4 тысячи. Это серьезный уровень, это фактически уже разворот по американскому рынку с точки зрения медвежьего рынка, который был возврат на восстановление. Это не рост. Я вообще, как бы, слабо верю, что американский рынок уйдет выше, там, 400. Но в целом, как бы, пока это уже говорит о том, что медвежий рынок заканчивается. Но, опять же, видите, пауза повисла. Сегодня мы попытались в районе 4 тысяч пробить, но все это будет зависеть уже, естественно, от ситуации на следующей неделе. Так что, в принципе, неделю, мы, скажем так, зафиналили абсолютно ожидаемо. То есть прогноз, конечно, был на 62-50, но это при условии, если бы были победы демократов. Так как все-таки у нас победили республиканцы, ну, условно, скажем так, частично победили республиканцы, но самое главное, даже не это сыграло роль. Это надо понимать, что дело не в победе республиканцев и демократов, потому что фактически выборы, еще раз говорю, достаточно еще неопределенность и существует. А прежде всего по данным по США, когда они вышли, по инфляции, по особе и по бюджету, да, и они показали, что все-таки данные очень неплохие именно для решения ФРС, для повышения ставки, что наоборот, грубо говоря, идет демонстрация, что ФРС добилась практически своего, как говорится, цели, для того, чтобы все-таки понизить, так сказать, инфляцию. Но, еще раз говорю, данные только первые, они еще пока ни о чем не говорят до конца, но рынок это сразу воспринял в позитив, и поэтому мы увидим и падение доллара, и облигаций, и все это, безусловно, привело к тому, что все-таки доллар ослаб, а рубль немножко у нас в этот момент укрепился. По нефти, господа, тут тоже нельзя будет проигнорировать этот момент. Помните, я вам говорил, что, ну вот я вам даже здесь покажу, вот этот уровень 93, я вас предупреждал, что, скорее всего, пробоя не будет. То есть мы предполагали, что могут даже без фактора Китая опустить на 91-92, да, вот в эту зону, но как только вот я вам сказал, что есть 93 уровень, и вероятность пробоя не будет, и что он отсюда быстро может восстановиться, вот так оно и произошло. Но, опять же, 96, да, я пока вижу все равно максимум. То есть к сотке все равно не жду, скорее всего, нефть тоже сейчас почему пришла в движение, потому что, во-первых, стал падать индекс доллара, то есть он перестал давить все сырьевые рынки, да, это тоже важный очень момент, и плюс, ну то есть вероятность повышения ставки, она, естественно, опять снизилась, да, плюс у нас на следующей неделе будет заседание ОПЕК, но это я уже расскажу вам непосредственно в воскресенье, то есть подписывайтесь в воскресенье, увидите, как раз я буду делать обзор в следующей неделе, и все эти события там будут, в том числе как раз заседание ОПЕК. Поэтому в преддверии вот этого, скажем так, заседания, да, и непосредственно то, что все-таки пока риски снизились повышения ставки, нефть ожила, поэтому она сейчас вот, собственно говоря, до 96 дошла. Но до 100 маловероятно, что она пойдет, мало. И поэтому вероятность того, что те же цены на нефть также дадут такую-то сильную поддержку рублю, это тоже крайне маловероятно. Поэтому, скорее всего, мы все-таки будем удерживать где-то 60-50. В моменте, может быть, будем в вариантах опускаться где-то на 60, вот сюда, да, ну даже где-то чуть пониже, так, 59-90, вот так вот где-то. И, соответственно, опять возвращаться на 61. Но, если пока ситуация не поменяется с точки зрения риска повышения ставки, да, то за 61 мы пока, скорее всего, уходить не будем. То есть вот эти вот цели, которые у нас были на 62 и 62,5, они пока у нас, ну, скажем так, меняют динамику. И вот мы видим, кстати, на 61.50 уже мы опустились вместо 62.50. Постепенно все-таки цели у нас идут именно вниз, да. Ну, потому что вполне логично, потому что, еще раз говорю, при условиях, если ставки дальше поднимать не будут. Россия, понятное дело, Центробанк, он, кстати, но это тоже уже расскажу в воскресенье, там будет тоже важное событие для российского рынка на следующей неделе. Вот. Ну, я не думаю, что оно очень сильно повлияет, но может немножко, скажем так, повлиять на курс доллара рубля. Но самое главное то, что понятно, что 61, естественно, мы не будем пробивать. Почему? Потому что пока на данном этапе, если в Америке что-то не поменяется с точки зрения возможности повышения ставок, потому что Россия, скорее всего, естественно, пока со ставкой делать ничего не будет. То есть Центробанк, скорее всего, не будет еще опускать, потому что, во-первых, а, тут все-таки риски инфляции, а, б, все-таки цены за счет цен на нефть, которые сейчас, скажем так, растут, да, они компенсируют вот эти выпавшие убытки, которые, ну, скажем так, выпавшие доходы экспортеров, да, при условии того, что если курс будет немножко опускаться, то есть мы уже говорили, что сейчас все-таки для Центробанка имеет огромное значение борьба с инфляцией, а она все-таки, как ни крути, имеет тенденцию на возрастание, да. Поэтому в Центробанке, естественно, опускать ставку еще раз не будет, и Америка, если не будет повышать, то тогда, соответственно, понятно, что мы до 61, где-то от 60 до 61, вот этот диапазон займем. А если все-таки ситуация поменяется, в Америке начнутся какие-то там плохие данные, скажем так, по инфляции, по рынку труда, по недвижимости и так далее, то есть все, что будет указывать на разгон, продолжение инфляции, то, соответственно, за 61 мы выйдем, и выйдем опять же на 62.50-63, вот туда, где мы, собственно говоря, ждем. Надо учитывать, кстати, господа, что все-таки, если республиканцы каким-то образом укрепятся, ну, даже если не Сенат возьмут, а хотя бы палат представителей, то все равно пакеты проводить будет гораздо сложнее уже демократам, и, соответственно, вероятность разгона инфляции, она тоже постепенно должна будет понижаться, потому что, ну, уже не смогут они такие пакеты Байден, как говорится, выделять на ту же специальную операцию, и, соответственно, с этим вероятность, что инфляция будет быстрее замедляться, будет, естественно, выше, потому что, понятное дело, что прежде всего у них сейчас инфляция за счет того, что они печатают и отправляют эти деньги, печатают и отправляют. Как только бы они перестали печатать и отправлять, у них бы инфляция стала снижаться гораздо быстрее. Вот такая вот, собственно говоря, господа, ситуация. Вот все, что я вам хотел сегодня, собственно, так сказать, подведя в итоге этой недели сказать. Напоминаю еще раз, кто интересуется не только доллар-рублем, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, Trade Analytics. Там у нас, кстати, прямые эфиры проходят. То есть можете в YouTube также присоединиться, участвовать в дискуссиях, например, спросить про свои позиции, если вы торгуете и так далее. Вот. Ну и, соответственно, как я уже только что перед этим вам сказал, в воскресенье ждите, будет новый обзор, потому что новая неделя. Опять много неопределенностей. Конечно, таких событий, как выборы в Конгресс и так далее, у нас уже нету. Но все равно по макро-статистике вероятность повлияния на курс долгого рубля еще достаточно много будет факторов. И забегая вперед, скажу, что, конечно, все это идет к декабрю, где вероятность повышения опять ставки. И тут вопрос на 0,75 или на 0,50, или будет ли он вообще. Поэтому как бы все фактически сейчас ждут, чем закончится этот год. На этом, господа, я заканчиваю. Еще раз напоминаю, подписывайтесь и за нами, и следите, и будьте в курсе.